В первую очередь внешний контур. Начинать внешний контур из левого верхнего угла. Всегда. Почему из левого верхнего угла начинать работать? Чтобы не смазать. Ну, разумеется. Пуш сохнет не так быстро. Поэтому после того, как закончили внешний контур, очень жирно-толстую линию не проводить, тонкой линией все сделать. После этого минуты 3-4 передохнуть. Подозвать меня, я проверю, высохли ли линии, только после этого переходить к другим линиям. Сначала выполняйте все линии, которые у вас в наброске. Не пытайтесь никакие тени, ничего, просто линии. При этом помня все правила, которые были при карандаше. Какая линия более яркая, то есть более широтая? Во-первых, ближе к нам, во-вторых, внешний контур. Внутренние линии намного тоньше. Ну, после того, как линейная часть рисунка будет закончена, дальше мы будем разбираться, что, собственно, с тенями делать. Ну, для начала принимаем слезы. Давайте глянем. Принимаем этот сын. Можете готовить душевую часть. Не знаю, что мне очень нравится. Вот нижняя линия. Вот самый нижний контур. Вверху подметил, здесь есть вот этот прогиб вниз. Здесь небольшой слот вверх. Все правильно. Ну, вот ты доволен тем, как вот эта часть линия и верхняя, и нижняя прошла. Считаешь, это нормально? Или что-то тебя смущает. А вот смотри. Повыше вот сюда. Вот так. Совсем немного. Соответственно, вот это вот сюда. Вот, посмотрю, у тебя везде какого получается. А там есть или нет? А там нет. Вот так. Попробуем. Во всем остальном отмешиваю. Вот мелкие детальки. Для того, чтобы было у тебя следствие работать дальше, смотри, понятно, что я намечаю или нет? А, надлазничной. Это теневая область, которая лежит над глазницами. Ну, у современных людей надлазничных вальков не бывает, но лобные кости образуют выступы. И, соответственно, лепится вот такой вельечик. Здесь более светлое, здесь более темное. Видите, эти зубы начали? Да. Так, славно. Вот сразу становится понятно, что эта часть глазной орбиты немножечко не так сделана. Она вот здесь шире. Вот посмотрите. Вот здесь выступает такой, да? И только после этого она срочно... Так. Ну, это все мелочи. Более существенно, пожалуй, вот что. Сам внешний контур черепа. У вас интересный случай. Вам самую сложную часть, вот эту часть, удалось сделать нормальной. А с внешним контуром, вот смотрите, у вас здесь почти плоская, широкая площадка. Ну, гляньте, она там есть или нет? А вот и площадки нет. А там и нет. Вот так. И здесь вот так. Вот это убрать, вот это убрать. Ну, и вот здесь поправить. Более высокий подъем, отрубрать. Да. Ну, давай, ну, свое нормальное место. Посмотри на клык. У тебя клык, Мирос Иванович, отклоняется вперед, и вот твоя часть опускается вниз. А по-моему, он начинает пускаться вниз, вот это сломать. А в результате сама форма более вертикальная оказывается. Более развернута в эту углу, да? Угу. Согласны? Да. Хорошо. Теперь столовая дуга. В принципе, все неплохо, но вот в этом месте она круче поднимается. Угу. Согласны? Нет, нет, нет. Еще раз. Я показываю примерно так, как я вижу. Если ты видишь иначе, так ты видишь. Вот я показываю то, что я бы немножко поменял. Посмотри, под таким углом ты провела вот эту часть затылочного крепления. А тебе не кажется, что он более вертикальный? Да, он не умеется. Да, он не умеется. Да, он не умеется. А это значит, а сразу немножко поменяется вся флотная затылка. Здесь чуть-чуть повыше. Ну, и вот так. У тебя пока что получился вот в этой части. Слишком растянутый. Вот такое ощущение, что взяли занцы с затылка, потянули. И он растянулся, как резина. Я примерно вот так сделал. Сама смотри. Реши. Вот давай посмотрим на форму гвозницы. Ну, куда? Вот эта стеночка. Здесь ты правильно сделала. Но скажи, вот этот пугун есть на самом деле? Есть. А ты видишь, здесь же есть еще вот такая остатка. Она как раз срезает эту пугу. Так? И вот этот шов начинается как раз вот отсюда. Вот из этой точки. Согласен? Да. Так вот. И сразу становится понятно, что ноздревая вырезка побольше. Немножко. Ну, и все-таки побольше. Теперь. Теперь давай вот эту часть глазницы. Опять ты здесь делаешь одну такую дугообразную линию. Вот здесь душ стоит. А она вот так вот поднимет. Вот ровно такая же площадка здесь есть, да? Да. Вот так. Ну, и здесь... Вот в этом месте... То есть вот здесь чуть-чуть делаешься? Да нет, здесь мы просто толкнули стул. Кстати, поскольку у вас качается, когда работаете в стуше, лучше по одному сидеть. Ну, представьте себе, вы работаете в стуше, а ваш сосед стирает и качает стул. И что получится? Так что... Подносим. Так. Теперь, вот эта линия шва, вы ее просто вертикально сделали. Ну, она чуть-чуть. Ну, она не чуть-чуть, она просто другой шва. Она и готова. Понимаете? Весь рисунок, в принципе, стоит из многих-многих чуть-чуть. Да. Так, ну, вот так. На самом деле, как вы видите, я совсем немножечко поправил, но лучшее дело отправить, вот это убрать, вот это убрать. Так. И на самом деле, можно к лучше переходить. Так. Вы, когда закончите, можно к лучше переходить. Давайте играем. Пока я не очень согласен с этой формой гвоздниц. Вот смотрите, у вас эта линия покушена. Вот если вы продолжите, она у себя вниз упадет. А там она на опару. Отсюда вот так, вот здесь вот. Покажите. Во! Вобрый день! Все, можно к лучше. Устраивайтесь удобно, чтобы вам ничего не мешало. Когда работаешь, должно быть удобно. после того, как покрыть, можно переходить к тушке. Но и постарайтесь не размазать. Для этого надо просто спокойно, и не спеша. Никакой спешки, никакого жарки нет. Ну, ты контуром пока не занимаешься. Когда внешний контур туши сделайте, обязательно меня подзовите. Так. Ну, во-первых, что вы зубы-то оставили? А, нет. Оставайте туши. Потому что, если вы будете возить сейчас с внутренними линиями, наверняка, разношки. У вас на скоровой дуке вот здесь очень жирно, очень много туши. И сохнуть это место будет долго. А пока он не высохнет, опасно работать с рисунком. Так что, протрите первый отдых. Секундочку. Так, а что же вы вот здесь-то стерли? У вас же было вполне намечено. Вот эта часть скоровой дуги она вас была. А теперь она куда отделась? Не нажимайте так сильно на карандаш. Видите, где у вас жидкие как-то остаются? Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот пока все не высохнет, за рисунок не берите. А в дальнейшем старайтесь поменьше нажимать, но чтобы вот такой залит швобуш не устраиваетесь. Хорошо, что у вас крякс не сорвалась. Одну секунду сейчас покажу, как делать в том месте, где шов пересекается с линией внешнего конца. Вот так. А уж вот отсюда и отсюда вести люди, да? Да. Можно вот так стимулировать. Взять, поиграть в веер. только пока только внешний конкурс. Никаких внутренних линий. Возьмите. Спасибо. Саня, так не делайте. Понятно, что я сейчас делаю? Я выбираю излишки жертвы тушь. Значит, если вы делаете это хотя бы немножко неверным движением, то вы просто размножьте в этом месте. Здесь допустим, здесь равно тиньше. Да, вроде не надо. Все, можно переходить к внутренней, очень тонкой диопте. Так, стоп. Где у тебя внешний контур? Вот это или вот это? А это что? Так не бывает. Внешний контур – это одна линия. Ну ладно, ничего страшного, но давай все-таки внешний контур сделаем. Вот теперь подождать. Три-четыре минуты подождать, чтобы наверняка высохли все линия. Ну, значит, до самого времени работа он порушил. Три-четыре-четыре минуты подождем и переходим к внутренним линиям, попробуем, сделаем потоньше, чем ниже. Хорошо. Так, сейчас совершенно необходимо отдохнуть от следователя. Теперь оставь глаза. Работа с тушкой неопряженная. Сейчас будем переходить к накладке теней. Надо, чтобы глаза отдохнули. Вот просто не смотри сюда, займись там чем-то, я не знаю. Важно отвлечься, помнить. Работа с тушкой. Важно. День. День. Сынкушка. Какой?